Всем привет, ребята! С вами канал Кубидан, и сегодня мы продолжаем играть в Rock of Ages 2! Поехали! Что нас здесь ждет? Хмммм... Значит, я не взял вот эту штучку в прошлый раз. Берем. Взрыв... Взрывчатка! Кто-нибудь, кстати, помнит, откуда я спустился? А нет, по-моему, это даже не первая планета. Я вот спустился, по-моему, вот отсюда. А нет, облачка, облачка, и, по-моему, по облачкам я спустился сюда. То есть мне надо было бы идти вниз, а я пошел наверх, там... Короче, бочки, это тоже очень полезно, как мне кажется. Так, ладно. Здесь у нас какой-то босс. Босс, босс. Высокий нос. И к нему можно пройти тремя разными способами. Ну, поехали. Курильское море. Интересно, что там? Так, ну опять. Дух... Дух веков принял физическую форму. А, блин, я думаю, мне сейчас в это играть надо будет. Ага, надо будет перепрыгивать через все вот эти вот штуки и ударить по этому засранцу. Правда, странно, почему мне мячик показывают мой. Мне, неужели мне сейчас... А, да, мне дадут сейчас мячик. Интересно, а если бы у меня мячика не было, дали бы мне его или нет? Хм, наверное, нет, кстати. Кстати, по-моему, ну, неспроста здесь этого змея нарисовали. По-моему, есть фишка даже, что... Ну, всегда, когда карты рисовали море, ну, вот эти древние старые, там всегда обязательно был вот этот вот, эээ... Так вот, змей. Ну, и, по-моему, у них там поверье какое-то было, что, типа, змей... Ну, что кто-то разрушает корабли. Им же надо было как-то объяснять, что корабль в шторме погиб. Ух. Ну, вот, одно из объяснений было... Ужасный червь убивает. Ай-яй-яй. Нет, вы это понимаете, да? Вы сейчас реально это понимаете. Я тупо могу плавать, зачем я перепрыгиваю? Вот это уже прикольно. Оу! Полегче. Хватит меня шлепать, негодник. Обычный бавалон, наверное, потонул. Какой-то огненный, да? Ух, фаерболт. Оп. Ну, наверное, запрыгивать мне придется очень-очень сложно. Так, так-так-так-так-так. Тихо, тихо. Ты ешкин кот. Меня сейчас осьминог бьет. Так. Давай, побей, побей меня. Осьминог, помоги. Помоги, осьминог. Красавчик. Красавчик-осминожка. Так, ну чё, готов? Готов получать люлей. Ха! Ха-ха-ха-ха. И чё, это всё, что ли? А, он просто на другую сторону пошёл. Хотя, я чувствую, это была бы боль на каком-нибудь другом шаре проходить. Не, наверное, здесь всё-таки дают шар нормальный. Вот, ну, имеется в виду, вот этот шар дают. Несмотря на то, что он у тебя даже не открыт. Так, так сказать, демо-версия. Так. Ай-яй. Ладно, ничего страшного. Вот, на этой, на этой мусорке можно прокатиться. Так. А теперь сюда! Ммм! Теперь сюда! И прямо в голову этому чудовищу. На! Бам-бам-бам! Я считаю, знаете, такая кат-сцена такая прикольная. Как вот, знаете, с разных сторон, типа. Такой прямо удар, от которого зависит жизнь человечества. А, всё, я его победил! Ха-ха-ха! Всего лишь-то два раза стукнуть. Крик! Хотя, если бы это обычно... Если это обычным валуном проходить, я думаю, это было бы гораздо больнее. Ну что ж, я набрал максимальное количество юнитов. Так, вот, мне ничего не осталось, кроме как пройти эти две башенки. И игра прикончена. Хотя, кстати, очень странно, что, знаете, количество очков будет нечётное, да? Такое ощущение, что я что-то пропустил. Хотя, смотрите, три босса. Три босса. Сколько карт мы уже прошли с вами? Я не помню. Двадцать. Ммм. Двадцать восемь минус три, в общем, двадцать шесть. А двадцать шесть пополам делится. Значит, всё правильно у нас. Так. Ла-манча. Ой, что-то мне это напоминает. Офига, она сразу очищенную картошку собирает. Дон Кихот! А-а-а! Точно-точно. Да, она реально очищенную картошку уже собирает. Хе-хе-хе-хе. Опа! Хе-хе-хе-хе-хе. Оу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Подождите, а этого, по-моему... А, этого я помню. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это богатая фантазия. Ой, валуну же сейчас достанется. Ха-ха-ха-ха. Красавчик валун. Так все, по-моему, ему уже хватит. Зачем ему до этого как-то добавлять. Хе-хе-хе-хе. Ой, боже. Дон Кихот. Я теперь боюсь представить, какой у него шар. Это, кстати, не. Я готов поспорить. Просто на что угодно, что это будет ядро. Вот. Но это просто очевидно. Такс. Вау. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Такс, ладно. Давайте посмотрим. Так, что я возьму? Да, наверное, я пройду уже колесом. Господи, что-то как-то выпендриваться. Хотя огненный шар меня в последнее время очень порадовал. Поэтому можно вот так вот сделать. Сейчас требушеты, стена. Нет, вот этот шар мне не нужен. Иса мне не нужна. И вот так вот. Смотрите. Стена, бомбежка, этот. И еще бычок. И к тому же у меня хватило на банк. Поэтому мне просто велели прямо так играть. Так. Давайте сначала огненный валун. Изучать карту будем на самом сложном валуне. Текс. Смотрим. Раз золото. Два золота. Три золота. Прям на отдельный этой. Так, а где мой замок? Теперь с насущего. Так, вот здесь мой замок. Значит, здесь мы ставим стенку. Не так близко. Нет, 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 нет. Вот здесь вот где-то ставим стеночку. Здесь ставим два бычка. Сюда куда-нибудь сейчас влепим. Кораблик. Ну, как-то вот так вот даже. Блин, он на повороте прям стоять будет. Давайте лучше вот так вот. Вот, отлично. Мне нравится. Так, вот здесь тоже поставим стену. Чтобы ему не повадно было. Так, сюда поставим бычка. И пару требушет. Раз требушет. А давайте прям вот так вот сделаем. Чтобы у него прям загорелось. Я здесь не знаю, это сработает или нет. Наверное, все-таки не сработает. Так, по своей башне не ударю, интересно. Так, раз, два. Ммм, куда-нибудь тебя еще влепить, да? А, мне денег не хватит. Ну, ничего страшного. Давайте еще быка. У нас сейчас цель максимально замедлить этого засранца. Чем медленнее он катится, тем больше я смогу успеть построить. Давайте пока посмотрим, как эти честные, честные граждане. Они просто, они не выбирали свою судьбу. Они просто таскают золото. Причем сразу в слитках, да? Нет, это было бы так смешно, да? Точнее, реальная жизнь была бы похожа вообще на какой-то цирк. Если бы добыча золота именно так и происходила. Ну, то есть, прикольно, да? Ты спускаешься в шахту, а там золото просто с литочками ровными. Лежит и такой, вау, круто, здорово. Так, какой-то шар у него интересный, кстати говоря. Но это ядро же. Так, понятно, все по стандарту. Но у меня валон очень хрупкий, поэтому мне любой урон... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин. Зачем здесь этот проход сделали? Не уж, что ли, туда можно было пролететь? Так. Так, будем аккуратнее просто ездить. Зоя-то... Ай-ай-ай-ай. Так, ага, вот оно что. Подождите. Как-как-как? Вы, вы, кстати, это тоже видели? Здесь же только что мужик был. С руками. Так-так-так, подождите-ка. Видите, там мужик с руками, так? Я подъезжаю ближе. И, у чуда, этот мужик с руками превращается в мельницу. Да ё-моё, я даже... Я даже засмотрелся, я не могу. Прям такие спецэффекты. Ха! Прикольно вообще. Нет, это... Это просто выглядит очень круто. То есть, как бы, это такой намёк и минутка бесполезных фактов. Как же появилась мельница, или что? Или как создать мельницу, это какого? В домашних условиях. 181. Я рад. Ну, а сейчас я поиграю за колёсиком. Так-так, сколько он меня урона нанёс? Чуть меньше, чем... Чем я ему. Плохо, плохо. Одну трибушет он меня... Не, а не разбил. Надо же. Так, здесь трибушет, здесь трибушет. Здесь раз барашка, два барашка. Так-так, вот здесь вот надо будет сделать... Ну, где-то вот здесь, я бы даже сказал. Вот этого засранца. Так, ух ты ё, тут вообще интересный момент. Вот здесь где-нибудь. Вот здесь просто ему надо сейчас без шансов сделать этот вот срез. Который здесь наверняка он любит. Здесь надо прямо идеально рассчитать. Знаете, вот тот самый момент, когда ты играешь в мини-гольф, да? И ты вот видишь, что у тебя... Вообще-то вот, ну никак не пролезаешь, никак не пролетаешь. Так, ну давай, давай, ну подстройся, пожалуйста. А, денег нет. Понятно, всё. Вопрос нет. Так-так, поехали. Ну что, мистер колёсик, сделаем с вами бомбу. Так, опа-опа-опа. Оп. Всё-таки через одну эту штуку приходится проезжать. Знаете-ка, я у него уничтожу эту штуку. Мне просто не нравится, что он золото копит. Ай. Тихо. Я же не упал. Упал. Я упал. Так. А давайте проедем. Я прямо вижу идеальный момент. Этот момент надо чувствовать. Да ёшкин кот. Тебе уже не знаешь, как лучше, срезать или не срезать. Там ещё один срез есть. Так, сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Три, два, один. Вот так вот. Вот так вот идеально. Перфект. Так, сколько у меня там урона на... Ёшкин кот, чё ты тут подлагиваешь? Сколько он мне урона нанёс? Блин, много походу. Я, наверное, столько же не нанесу. Пах. Да. Что-то надо делать. Надо ещё раз прокатиться на колёсике. И наверстать упущенное. Так, сейчас, подождите. Он, значит, поедет вот сюда. Значит, здесь мы поставим раз козлёнка, два козлёнка. А здесь вот так вот. То есть он как раз-таки прыгнет, замедлится. Вот. И вообще очень расстроится, я думаю. Такс. Чтобы он здесь не ездил. Хотя, я думаю, он и так не ездит. Вообще, я заметил, компьютеры не... Ну, не всегда так. Наверное, если... Ну, ладно. Короче, не с большой охотой они чаще всего это делают. Ну, именно вот эти срезы, не срезы. Может, бояться просто. Как вариант. Такс. Вот здесь тоже можно подлянку сделать. Сейчас вот здесь барашки пускай будут встречать. Так, сейчас. Вот здесь вот. Оп. Оп. Ай, красота. Мне прям нравится. Правда, мы чуть-чуть отстали от графика. В плане того, что, по-моему, у него шары даже быстрее катятся, чем у меня. Ну, я, видите, фигней какой-то занимаюсь. Перепрыгиваю через... Через эти, как его... Через мельницы. Ещё что-то. Ужас какой-то просто. Зачем я это делаю? Да ё-моё. Мог бы и долететь, между прочим. Так, как он там срезает? Нет, он упал, походу. Да, вот теперь он упал. Вам такое ощущение, что там какой-то срез прямо был. Такой прям невероятный он сделал. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Я не знаю, это может быть вполне не так. Так, идеальный момент, идеальный момент. Да что ты говоришь? Кстати, такое ощущение, что эта мельница ускоряется, когда ты к ней подъезжаешь. Ну, типа, понимаете, да, пытается меня... Как это? Обмануть. Не, чувак, вот ты... Тут ты всё построил, а здесь ничего не построил. Ну, конечно, я здесь поеду. Даже не обсуждаются. Так, что здесь есть? И... Так, у меня неповреждённый валун. И... Парах! 150 урона. Ещё один валун, и я победил. Но теперь мне надо замедлять вот этого засранца. Так, конечно, я не буду рисковать. Так, сейчас. Кунду. Да ё-моё, промазал. Сейчас, 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 сейчас. Вот здесь вот где-то надо сделать. Оооо! Красавчик бык! Бык вообще красава, вы видели? Этот прыгает, и бык вот такой. Бах! Так. Молния. Молния. Молния, кстати, замедляет. Ах ты. А, всё, отлично. Всё, всё. Пфиф! Можно расслабиться. Обожаю быков. Быки вы классные. Коровы тоже ничего, но вы ещё круче. Надо вас побольше построить. Так. Ну, можно ещё вот такую штуку. Хотя сейчас уже смысла особого нет, потому что уже всё, конец карты. Я уже выиграл, можно сказать. Мне очень интересно посмотреть, что у неё за шар. Ну, именно особенность какая у шара. Потому что мы уже что только не видели. И прибавка золота. И взрыв. И ещё то, что у тебя шар там суперлёгкий, но при этом супернепрочный. Ну, зато дальше летает, да. Так. Так, 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 так. Тихо. Опа. Перепрыгнули. Через следующий, кстати, срез, я думаю, можно вполне проехать, потому что я там уже всё разнёс в первый раз. Поэтому мы здесь уже спокойно проедем. Единственное, надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуточку прям. Вот так вот. Оп, хорошо. Ага, теперь он сообразил. Опа. Подождите, вы же колёсики, вы же только колёсики всасываете. Не, я не против, в принципе. Просто я думал только колёсики. Тут же некоторые вещи, они не работают. На моё этот, как вот. На мою вот эту штуку. Опа. 146. Например, кошка. Кошка не может бублик, точнее, кошку не может бублик заинтересовать. Ля-ля-ля-ля-ля. Тара-та-ра-та-ра. Пам. Тах. Хе-хе-хе. Отлично. Великолепная победа. 25. Ну да, какое-то ядро. 25 юнитов уничтожено. Полоса препятствий. Вот, нам дали ядро бронированный валун. Броня даёт дополнительную прочность, большой вес этого валуна пригодится в бою. Давайте будем проходить на нём. Будем прям вообще такой грозный прям. И уже в который раз на собственной же карте его величество, как его называют, компьютер, не имеет, так сказать, совести начинать со своим валуном. Он такой, не-не-не-не-не, я вижу. Я с этим валуном прошёл полугры, вот и я слил. Поэтому, поэтому я не хочу, да? Как-то так это, наверное, выглядело. Уп-вуп-вуп-вуп-вуп-вуп-вуп-вуп. Так. Разгоняемся! Идеально прям прохожу. Прямо, прямо тютерка в тютерку. Самое приятное, то, что у меня большой вес и я сильно не отлетаю от всех этих взрывов, невзрывов. Прямо мне так нравится. Вы тоже слышите этот звук такой скрежет? Такой Как будто бы мы обтачиваем из железа. Вот какой, это очень интересная деталь. То есть, не точим, а шлифуем железо. Знаете, так этот Знаете, когда этот электронная, точнее, не электронная, а электрическая заточка, когда вот, ну, крутится. Может, забыл, как агрегат этот называется. Вот и ты нож затачиваешь, вот примерно такой же звук. Прикольно, прикольно. Мне интересно, кто из разработчиков догадался этот звук добавить. Типа, блин, прикиньте, это же железка. И она, когда на скорости этот, как его, едет, она должна издавать такой звук. Долбанулся, что ли? А камень тогда какой звук должен издавать? Вау. Это как так получилось-то? Я поехал, мне тут нечего делать. Мяу. Такс. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Отлично. Что, здесь тоже что-нибудь никого? Тихо. Воп. Великолепно. Я прям через все, через все срезы проехал. Ну, почти. А где он? Ну, там вообще где-то застрял. Он единственный соперник, который у меня был достойный, это коперник, у которого была вот эта планета и вот эти пушки. Это прям, я не знаю, я там потел как мог. Вот, это прям самая сложная карта. Хотя он и находится где-то ближе к правому краю. Ну что, ты до сих пор не взял собственный шар, да? Дурачок. Давай. Вообще, кстати, я вот не знаю, как это работает, но по идее, у меня же больше веса, а значит у меня больше энергии. Значит, когда я врезаюсь в него, по идее, он должен отлетать чуть дальше, чем я. Потому что я из-за веса дальше отлететь не могу. Вот. Ну я, конечно, могу что-то путать. Ну я веду к тому, что если мы столкнемся одинаково, да, то я дальше отлечу, вот точнее, ближе отлечу, а он дальше отлетит. Вот я что пытаюсь сказать. Блин. Походу я это слил. Что-то, что-то я заболтался опять. Так. Ну может он где-то там упадет? Нет. Я из-за веса также не могу перепрыгнуть. Ладно, этот раунд за ним. Давайте просто покатаемся и что-нибудь на песочке нарисуем. Хе-хе. Ладно, шучу, мы сейчас попробуем. Ну хотя я чувствую, у меня вариантов вообще мало. Так. Хотя вон фейерверки только там взрываются. Сейчас может я через два среза проеду и будет прям четко. Не, не успел. Ну ладно, ладно, бывает. Ладно. Не, он просто, просто видите, игра, игра меня услышала, так говорит, ах тебе просто, ах тебе легко. Получай, зараза. Хе-хе. Эх. Пах. Так. Обманули колесико. Пах. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, прощай. Да ё-моё. Вот ты зараза. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Гонечная машина в мафии ничего не управляется, ребят. Вообще ничего. Нет, в принципе, ничего не управляется хуже. Ух, вот это сейчас, вот это сейчас. Ай, да, да что ты будешь делать, чертов ты шар. Это вот сейчас, это просто, знаете, сейчас слив, просто по глупости. Просто по глупости. Знаете, по чьей? Не моей, по его. Ха-ха-ха. Да. Здорово. Мне прям понравилось. Дон Кихот, моё почтение, но ваша песенка спета. Фух. Что нас ждёт дальше? Так, значит, мы берём мельницу, это раз, ветряная мельница. Так. И кит. Кит. Ха-ха-ха. Так. Ээээ, давайте, ребят, сейчас, сейчас подумаем, да, кто же здесь будет, а? Я прям даже не догадываюсь. Несмотря на то, как нам Ван Гога показали, мне интересно, как покажут его. Ха-ха-ха. Бррр. О-о-о-о. Я художник, я так вижу. Эх. Борник-жираф. Ха-ха-ха. Нет, нет, я был не прав. Ха-ха-ха. Боже, что? Горящий жираф? Вы сейчас серьёзно? Это... Что? Я... Нет, ребят, я сейчас удивлён. Я сейчас максимально... Я думал, это что-то вроде Дали будет, или... А это жираф горящий. Ну, кстати, я все здания открыл. Лоу. Так, ну давайте тогда не буду особо выпендриваться. Возьму, наверное, квадрата, да? Так, возьму себе шарик, взрывчатку. У кого ещё урон? Ну вот, максимальный урон. Тут очень сложно как-то с кем-то бороться. Так, давайте-ка я возьму тебя, засранца такого. Тебя. Тебя. Так, ещё что-то надо взять, да? Хотя, может, лучше не тебя, а вот какого-нибудь... Так, сейчас. Быка и вот этого, да. Небесный бык. Так, огненного. Он огненный жираф. Я прям, не знаю, клоу надо какая-то. Не, я, я ни в коем случае не это, но просто мне казалось, что... Ну ладно, вы поняли вообще. Я удивлён, как и вы. Такс, где теперь наш замок? Я тут вообще увидел такой лайфхак, что можно, оказывается, оказывается, так можно было, да? Берёте вот сюда, вот ставите этого засранца, вот, и он вам помогает присасывать чуваков и выкидывать их туда. Но перед этим их надо замедлить. Каким-то таким вот образом. и ещё пару трибушетов. Так, здесь тоже этого всасывальщика поставим. А здесь быка. Он, типа, прикрывать будет. Так, куда-то ещё небесного быка надо поставить. А вот так вот его поставим сейчас. Вот так вот. Абсолютно. Здесь уже есть такой, да? А вот так вот сделаем. Вообще, по-моему, идеально будет. Так, боже, какая тут извилистая дорожка. Так. Почему он раньше меня построил? А, у него какой-то... А, у него корова! Офигенно! Блин, этот шар попал так поздно ко мне. Я бы только на нём и катался. Блин, в топку эти бублики, кому они нужны? Чёрт возьми, тут есть корова! Это реально корова? Ха-ха-ха-ха! Так, а у неё, наверное, хп нифига нет, да? И она лёгкая, кстати, как шарик. Так, сейчас, 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 я ещё один раз долбану. Давай, бей уже молнией. Или я здесь не могу? А, я здесь не могу. Ладно. Так. Что меня ждёт от тебя? Вау-вау-вау-вау-вау! Это зубучие пески, да? Ну да. Они просто замедляют, к счастью, не убивают. Я боялся, что это будет как лава. Так, ну вообще, насколько я помню, да, вот, что-то такое надо было провернуть. Так, теперь сюда. А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот оно как работает. Так, до свидания. Муравьи? Вау! А, ну да-да-да, я что-то, я что-то всё время забываю, что мы сейчас в придуманном мире. А не в этом, как его, не в реальном. Я такой, вы что, упарывались? А потом окажется, что, я не знаю, там его кто-то, на самом деле, покусывал там. Ай-яй-яй-яй-яй, я походу сейчас срезал, да? Очень неудачно срезал. Блин. Почти доехал. Да какой-то срез такой странный. Ну, зато останавливаться не придётся. Эта корова там пытается вообще меня убить? Или нет? Мне кажется, это тот самый момент, когда... Ай-е-е. Вот этот вот компьютер просчитался. И немножко прогадал... Ух ты! Эх, видите, не успел мой этот... Сколько он мне урона нанесет? Это где-то 50, наверное, в эквиваленте местной игры. Так, аккуратно, аккуратно. Не палимся, не палимся. И погнали! Где-то 200 надо. Ту-ту! Да, почти 200. Слушайте, да я за 3 валуна ее унесу. Это жирафику? Или этого жирафа? Ну, конечно, карта очень такая сложная какая-то. Прям, не знаю, у меня... У меня, честно, вот, ребят, мозги трещат от нее. Скрипят, я бы даже сказал. Тюф, да, странно. Ладно. Наверное, так и должно быть. Так. Вот здесь быка поставим. Вот здесь засасывальщика. Требушетик, чтобы замедлить, товарища. Так, а здесь у нас этого нету, что ли? У-у-у! Ну, здрасте, приплыли. Так, ага, вот здесь вот он золото добывает. Или это я? Не знаю. Наверное, это я. Так, сейчас надо как-то его вот так вот обхитрить. Значит, смотрите. Здесь вот так вот бык будет стоять. Вот так вот бык будет стоять. Здесь вот так вот требушета. Здесь еще можно вот этого мужика куда-нибудь поставить. Вот так, чтобы жизнь медом не казалась. Так, а вот теперь он не на корове ездит. Вот это интересно. Так, сейчас посмотрим, как это все сработает. тут куча таких развивочек наверно все таки надо было взрывные бочки брать не посмотрю как он вляпался ладно буду посматривать правым глазом на верхний правый угол я так и знал я так и знал я только знал ну давайте я уже засосусь и прям подверг подвертушку опять меня поставили это конечно честно ничего не скажешь это наверное уже рандомный рандомная . стоит ну главное ближе к краю чтобы было а ты тоже такую штуку построил пах мне совершенно не жалко ударить по этому бычку куда мне вот сюда ну чё там он хоть раз попался в мою ловушку значит нему никак не могу увидеть одно я знаю точно его золото теперь конец я не туда просто поехал коп поп 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 так да сколько что-то еще уголочков знаете как этот тот неловкий момент когда ты в горах едешь вот и твой автобус вот он знаете петляет 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 и такой когда же это все кончится парах ребят это самый большой урон который я только видел 228 я даже думаю колесико уже справиться чтобы она только побыстрее построилась только ради этого так поехали еще тут еще можно сделать тут он мне все снес но не понял главного главное это то что я еще построил так задумано не 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 спешите кричать я думаю это сработает я надеюсь что это сработает x хотя уже сейчас 2 без разницы я настолько его обогнал вот опять же даю чего-то в чем полез с этими коровами играться иметь ввиду ты ее мое а чё-то не выбираешь этого быка блин что-то насквозь проходит смотрите я сейчас три бушет выберу так мало-мало дельфинов я ставлю он у меня все равно нету точек кашелотов или кто это денег все равно нет денег нет но вы держитесь о нет кстати одновременно выкатились самое смешное да при условии что я перед этим катался на хорошем шаре он на фиговом так их а 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 сейчас видите как красиво было так давайте еще раз попробуем оп так 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 кручу верчу запутать хочу так 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 оба отлично идеально просто просто идеально а муравьишки опять я вот не часто вижу как муравьи водят хоровод честно мне мне это интересно это забавно даже я нахожу это крутым ну можно и так так все давайте собрались последний рывок давай давай ну колесико ну вставай нет мне завтра на работу если тебе завтра на работе сейчас на работе нет не моя работа так кому самый дешевый способ его прямо сразу уничтожить чтобы не париться от еще буду стоять там корнях камнях тихо тихо здрасте поп 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 слишком сильно прям знаете как на мотоцикле так поворачивать типа февраль перед у меня 2 пары глаз а это нос в смысле ты еще пошел меня потом бить а это так работала да ничего себе вот это прикол скучало жираф, ты готов? Ребят, это, по-моему, самое эпичное, что могло только произойти, на самом деле. И так прикольно, что это произошло под конец игры, а не в начале. Ох, боже. Разблокирован новый шар. Посмотрим сейчас его. Ну, я знаю, на самом деле, какой у меня шар будет. Это будет надувная корова. Надувная корова настолько же эффективна, как и надувной валун. Одинаково просто. Просто два одинаковых шара сделали, но корова мне нравится. Блин, и он опять не на корове. Да пошел ты. Короче, мне пофиг. Я буду сейчас срезать, как могу. Вот примерно вот так. Я же очень легенький. Я очень легенький, я очень легенький. Я очень легенький, поэтому мне пофиг. Блин, я очень легенький. Вот в этом моя проблема. Ладно. Ладно. Поехали. На следующей карте я зато знаю, где срезать. Так, круто. Надо просто посильнее разогнаться и взлететь. Корова, которая взлетела. У-у-у. Йо-хо-хо. Чуть-чуть. Долети, долети, долети. У-у-у. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот так-то вот. Вот так-то вот. Вот она. Вот она рыба моей мечты. Блин, вот только я, наверное, не смогу здесь перелетать очень сильно прям. Прям вот так вот, чтобы... Чтобы... Ну, понимаете, да? Срезать вот эти вот углы. Хотя... Блин, вот если бы он меня сейчас не замедлил, я бы сейчас проверил. В принципе, у меня соображайка-то работает, насколько у меня примерно прыжок в длину идет. Так, ну нет, по-моему, в остальных местах я ничего не смогу сделать. По-моему, да-да-да, здесь уже надо по-честному проходить. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Самое приятное, что корова не царапает своей мордой. Вот, то есть она просто аккуратненько так... Пау! М-м-м-м! Перфекто! Отличный, отличный просто шарф. В общем, ребят, если вы когда-нибудь через лет пять эту игру опять себе установите и захотите ее пройти, вот, ну так чисто пофанится, м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Вот. Если когда-нибудь... Ах, опять я сюда попался. Ну ладно. Если вам опять захочется пройти эту игру, то, знайте, надо начинать снизу. Потому что тогда у вас там будут самые топовые шары. Вот, шар этого, как его... Шар вот этого засранца, как его... Ай-яй-яй-яй. Хотя нет, где же мы этого взяли? У Довинчи был бублик, да? Колесо, в смысле. Вот надо найти колесо, короче Вот, и снизу надо найти хотя бы Наданный шар или корову И вот остальные уровни полетят как не знаю что Просто очень быстро, не, реально быстро Такс А я сейчас перелечу просто всю эту фигню О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо Сейчас дайте-ка вот здесь вот срежу Хочу-хочу-хочу прямо И у меня получится Прям чуть-чуть в чуть-чуть хватит Отлично, отличненько, давай Да это читерство, конечно Но зато я хрупкий Зато я очень хрупкий Уииии, летающая корова Ху-ху-ху-ху Бабах Так Муах Тран-тан-тан-тан Тран-тан-тан Такс Мууу Ха-ха-ха-ха Я не могу просто Так, так-так-так-так А сейчас мы опять здесь так же сделаем Вообще даже пари Ах ты Нет Так же не получилось Ладно Значит поедем чуть-чуть аккуратнее Сейчас вот не хочется ему просто проигрывать Это прямо Блин, вот засранец, а Ладно Ладно Корова, давай, держись Меня просто сразу на ветрях сбрасывает Вот в чем Пишка Прямо Прямо как-то даже обидно Я всего лишь корова У меня не руки У меня копытца Помоги мне А то у меня копытца Ха-ха-ха Такс На мне сейчас по прямой Блин, интересно Я перелечу яму Мне кажется Я не перелечу Ах ты Ладно Мы этого уже никогда не узнаем О, башня вавилонская Что она тут делает Верблюды длинные Вау Так по сторонам интересно посмотреть Ага Ага Кстати, вы заметили, что в этой игре действительно нет вот коров именно такой расцветки То есть все коровы коричневые Я не знаю, это кого-то повергнет в шок или нет Но мне кажется, в этой вселенной не существует кори Вот таких вот коров То есть эта корова какая-то особенная что ли Так, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ну вот здесь я точно могу срезать Здесь мне тяги хватит Да и здесь в принципе мне тяги хватит Только если вот этот говнюк меня не будет сдувать Она еще такая колышется Бедная корова, а Ее вообще обстебали Обстебали по полной Да ешкин кот Это что взорвалось сейчас? Это зачем вообще взорвалось? Причем взорвалось от этого засранца А попало по мне Так Блин Давай взрывайся Ууу Здорово Ай, бык, спасибо Спасибо, ты настоящий друг Так Видите, бык, корова Они дружат Они настоящие друзья Ииии Бабах Тутух И в итоге Так, я победил Что мне дадут? Ну мне дадут еще одну звездочку, конечно же Так Продолжить Что, что-нибудь откроется, нет? Астроном Я собрал все звезды Мне дали только ачивмент Уф И все Все, к сожалению К сожалению, да Игра походу подошла к концу Я надеюсь, что откроется какой-то бонусный уровень Или что-то в этом роде Но нет К сожалению, этого не открылось, ребят Но не будем расстраиваться В общем-то Давайте подведем итог этой великолепной игры Вот Конечно, на таймере Уже и так много времени, да Но Между тем Я надеюсь, вы досмотрели эту серию до конца И просто, не знаю Две минутки просто уделим Потому что Эта игра действительно интересная Rock of Ages Несмотря на то, что это инди-проект Я, честно говоря, многого от этой игры не ждал Вот Но мне вот так вот Подсказали Говорят Слушай, поиграй в Rock of Ages Офигенная игра Мне вот понравилась Там Все такое И, блин, я, знаете Я не пожалел Вот это Конечно, тут Фишка в том, что здесь иногда прямо Потеешь прям сильно Но для этого и нужны игры Они должны Кидать какой-то вызов Если игра слишком простая Ты не хочешь в нее играть Потому что у тебя все Получается Вот прямо как-то Ну, само собой Что ли Хотя Не могу сказать, что она прямо хардкорная Вот Ну, как-то так, ребят В общем, игра отличная Всем советую Вот Кто сомневался покупать или нет Я думаю, стоит купить для коллекции Вот И потом кому-нибудь еще дать поиграть Или кому-то предложить поиграть Вот Ну, как бы на этом все Серия Rock of Ages подошла к концу, ребят Спасибо, что были со мной На протяжении всей этой серии Все те, кто смотрели Впереди нас ждет много хороших игр До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok